Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Тихонова Марина. В этом выпуске я познакомлю вас с новым романом Шамилия Диатулина «Бывшая Ленина». Шамилий Диатуллин родился в 1971 году в Ульяновске, жил в набережных Челнах, в Казани, сейчас живет в Москве. Профессионально работает в журналистике с 1988 года. Сначала в многотиражке рабочей КамАЗа, затем 9 лет в известиях Татарстана. Начинал простым корреспондентом, последние годы дослужился до заместителя главного редактора. Одновременно с 1994 года сотрудничает с издательским домом «Коммерсант». В 2001 году становится главным редактором «Коммерсанта». Больше всего Лиля боялась за тестом. Молоко оказалось задумчивым, батареи гриле так себе, хоть на кастрюлю садись, чтобы поднялось поскорее. Но тесто поспело вовремя, пироги тоже. А вот сын с семьей опоздал. Сперва задержался на совещании, бог весть какие уж там совещания в субботу, тем более в праздничную. Но Даня врать не будет. Потом перезванивала, говорила, что ждут Сашеньку, но приехали все равно без Сашеньки. Даня смотрела виновата и бормотал про отмену электричек из-за праздника. Лена смотрела еще виноватей, передавала горячие приветы и норовила, еще не сняв пальто, проиграть Лиле присланное Сашенькой видеопоздравление. Увидев Даню, Лиля вздрогнула. Не потому, что он опять пополнял и выглядел утомленным, а потому, что он снова был не похож на того мальчика, который всегда жил в сознании Лили и ради которого она, в общем-то, существовала. Лиля замешкалась, решая, обнять сына или нет. И когда решилась, было уже неловко. А саму Лилю обняла Лена, ловко, не прерывающее витание и поиска в телефоне. Вот ведь ушлая какая! Лиля, придя в себя, старательно рассмеялась, видео отодвинула на потом-потом и велела скорее мыть руки и садиться. Пироги в духовке вот-вот посыхать начнут, а нам еще салаты и рыбку попробовать надо. Рыбку надо каждый день есть, по телевизору сказали, особенно в наших условиях. Даня немедленно запурчал про телевизор и про тех, кто его смотрит. Лена, посмеиваясь, поддерживала Лилю. Да рыба ужасно полезна, там фосфор и жирные кислоты омега-3. Ой, а это же моя любимая. Спасибо, Лили Васильевна, только вы так умеете. Речь Лены журчала, переливалась и могла опять накрыть Лилю теми чувствами, которые заставляли опасть, тихо проливаясь слезами, прохладными, малосольными, и которыми накрываться-то поздно, да и просто нельзя. Поэтому Лиля торопливо, почти как сын, буркнула, чтобы начинали, и поспешила к пирогам. А выйдя из комнаты, остановилась отдышаться, раздавить спазм, чтобы сглотнуться и не мучить. Получилось. И получилось услышать, когда не говорить сквозь шебетание. Надо было все-таки, чтобы приехала. Шебетание почти без паузы сменилось жарким шепотом. Даня, ну что ребенка мучить? Ей к сессии готовиться. Да что ты рассказываешь, чтобы Санька к сессии в марте? Любовь очередная просто. Ну и любовь, строго сказала Лена. Любовь поважнее сессии будет. Вот привезет она тебе поважнее сессии. Готова сама-то в бабушке. Лена хихикнула, но тут же зашептала строже. Лиля больше не слушала, ушла на кухню на автомате, заглянула в духовку, не понимая ни зачем, ни что видит. И точно так же, не понимая, уставилась в окно. За окном было сумрачно и сыро. Раньше Лилия сказала бы свежо. Но теперь это слово не подходило ни к погоде, ни к городу, ни к жизни. Лилия на отражении в стекле тоже была сумрачным, сырым и совсем не свежим. Она сняла влагу с ресниц, мимоходом порадовавшись, что перестала пользоваться косметикой. Беззвучно высморкалась салфетку, поморгала, рассмотрела себя в стекле и пошла было в комнату, да вспомнила, что приходила проверить пироги. Пироги были молодцами, хоть в квартиру берет. Точные, честные и не подводят. Все бы так. Балиш мясной с картошкой потемнел и не протекал бульоном, который Лилия залила в специальное окошечко полчаса назад. Заткнувшее окошко пробка из теста тоже потемнело и прикипела к решке пирога так, что и щели не видать. Можно нести. И пирог с калины доходил, будто опробованный Лилии лишь однажды, но впечатлевший навсегда пояс сапсан. Ровно по расписанию через полчасика можно было вынимать. Лилия ловко извлекла и водрузила на Наташечку сковородку с беляшом. Цыкнула на Лену, которая конечно прибежала помогать и торжественно вынесла пирог на стол. Она все-таки немножко волновалась, срезая и поднимая крышку. Пробовать-то нельзя, да и не могла Лилия больше пробовать. Но уже по столбу пара было понятно, что пирог удался. Картошка проварилась, мясо под вилкой было мягким, тесто тонким и твердым. Пирог наверняка обжигал небо, таял во рту, падал в желудок и оттуда почти слышно звал следующий кусок. Но все равно съесть удалось только крышку и треть начинки. Порцию со своей тарелки Лилия незаметно перебросил Дане. Ну как незаметно? Лена заметила, конечно. Веду не подала, на том и спасибо. Свекровь моя говорила, пока Тебе не съел, умирать нельзя, огорченно сказала Лилия и пояснила Лене. Тебе это дно, самое вкусное. Да-да, помню, тогда мы брать не будем, вам оставим. А вы не и не ешьте, сказала Лена, привычно заливаясь негромким, звонким смехом. Нет уж, куда мне старый, возьмите Сашеньки. Она когда приедет-то? Даня с Леной переглянулись и торопливо заговорили вроде бы разные, но быстро объединенные. К твоему дню рождения уж точно. Да вот заодно и с 8 марта поздравит. Да? Настоящая семья. Она как хороший древний флакон с притертой пробкой. Внутри может карбит бурлить, но наружу не просочится ни флюидка. Тут можно быть спокойной, подумала Лиля и снова поплыла. Дети, не дождавшись ответа, начали обеспокоенно спрашивать, а Лиля, растерянно улыбаясь, пыталась вспомнить, когда у нее день рождения и сколько ей исполнится. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга бывшей Ленина производит достойные впечатления на любителя данного жанра. Встречающиеся истории, аргументы и факты достаточно убедительны, а рассуждения вынуждают задуматься и увлекают. Место событий настолько детально и красочно описано, что у читающего невольно возникает эффект присутствия. Динамичный и живой язык. Повествование с невероятной скоростью приводит к финалу и удивляет непредсказуемой развязкой. Отличительной чертой книги бывшей Ленина стала попытка автора выйти за рамки основной идеи и существенно расширить круг проблем и взаимоотношений. Обильное количество метафор, которые повсеместно использованы в тексте, сделали сюжет живым и сочным. С невероятной легкостью самой сложной ситуации с помощью иронии, юмора начинает восприниматься как вполне решаемые и легко преодолимые. Зачаровывает внутренний конфликт героя. Он стал настоящим борцом и главная победа для него – победа над собой. Избыток всего – смешного, грустного, трагичного, внезапных словесных игр, техногенной социальной составляющих, социологических зарисовок эпохи развитого интернета, толковых размышлений об институте семьи этой же эпохи и глубочайшее погружение во внутренний мир женщины. Удивительный и прекрасный образ современной россиянки. Тоньше, точнее и сильнее в нынешней российской литературе нет. Правдивая и умная книга. Самая сильная книга, прочитанная за последнее время, а почти не пропускаю новинок от современных российских писателей. Умно, тонко, невероятно актуально, постоянно держит тебя и отпускает. Потрясающе! Лена уже вскочила с места и трогала пульс, вкусно дыша укропом и луком. Хороший пирог, даже на выдохе хорош. Когда Лиля не только сообразила, что ни дата, ни возраст уже не имеют никакого значения, но и опомнилась, поняла, что насмерть всех перепугает и принялась быстро говорить, еще не придумав, что именно скажет. Получилось нормально про важность учебы и сразу удалось не забыть про подарки. Вот Даня, носочки на 23-е, шерстяные, хорошие и сразу Сашеньки, сережки на 8 марта. Мне и кровь дарила, не очень модное, но чистое серебро, может понравиться. А, я их помню, только у Саньки уши-то не проколоты, сказал Даня. Теперь проколит, отрезала Лена и принялась вертеть серьги в руках, громко восхищаться и прикладывать к ушам и сетовать на Сашу Балду, которая пропускает такое счастье. Сама хотела вручить, но Коле дела, пусть делает, конечно, торопливо, чтобы не соскочить со спасательной кромки, продолжала Лиля. Пусть старается, Сашенька учится, место себе хорошее подбирает, дай бог, дай бог, сейчас с работой так сложно и с остальным ладно хоть. Тут опять пришлось резко менять тему и снова удачно. Вспомнила про пенсии и вернула, что Сашеньку все эти ужасы с увеличением пенсионного возраста пока не трогают. А ляпнула, как собиралась, что ладно хоть с жильем проблем не будет. А ляпнула бы, как собиралась, что ладно хоть с жильем проблем не будет. Бывшая Ленина остается, которую Лиля так и не научилась считать своей. Опять начались бы преувеличенные возмущения. Нас зато трогают, воспламенилась Лена. Фиг нам теперь, а не пенсии. И слова-то главные какие, возраст до жития. Действительно, подумала Лиля, опять соскальзывая в слезливую яму, но быстро поймала себя за шкирку, подняла и отправила готовить чай. Даня и Лена ничего не заметили. Лена вещала, Даня набирался сил для Тёбе. Хороший мальчик. Пока заваривался чай, Лиля догрустила, успокоилась и встревожилась снова. Тревогу она вынесла вместе с чайником. Дань, Лен, а на работе-то нормально? А то, как начнут средний возраст чистить, пока наказание за это не действует? Телевизоры-то сказали. Кто конкретно сказал имена, явки? Строго спросил Даня. Лиля привычно рассмеялась. Даня продолжал. Да пусть чистят. В смысле пусть? Испугалась Лена. А Лиля застыла, переводя взгляд сына на снохом. Балясников-то опять что ли? Нормально все отрезал. Даня встал и начала разливать чай. Посмотрел на мать и включил режим мягкого увещевания. Мамуль, реально все нормально. Не парься. Оксана ценит, а Балясников у нас дурак. Ну не настолько же. Да и он не успеет. Если что, первый уйду. Дань, сказала Лена. Даня сделал жест. Лена потупилась. Пьем чай, велел Даня и шумно вдохнул. Ах какой! Пирог-то всполошилась с Лиля и бросилась на кухню. В спину ей потекли два протяжных стона. А вот нечего, строго сказала Лиля, тормознув на секунду. По куску каждый и с собой возьмете. По куску не осилили. Лена отщипнула, Даня куснул и обвис на спинке стула с отваленной челюстью. Пялись тем трагичнее, чем громче хохотали дамы. Но с собой забрали и Балиш, и с Калиной, пообещав пару кусков заморозить и отвезти как-нибудь Саше. Да она и свежий поезд на день рождения, если пригласите. Да, Лили Васильевна? Спросила Лена, улыбаясь. Она уже успела убрать со стола, помыть посуду, рассовать пироги и рыбу по контейнерам и покорно принять большинство контейнеров в пакет, который всучила Дане. Дане кашляну. Грех не воспользоваться. Простыл, что ли, сурово, уточнил Лиля. Варенье малиновое у вас есть? Вон, возьмите. Берите, берите. У меня три банки. Куда мне? На стоны и уговоры и объятия ушло еще минуты три. Лиля вытерпела. Дверь затворилась, когда силы у Лили не осталось даже, чтобы щелкнуть замком. Она вслепую опустилась на стул, который последние полгода не убирала из прихожей, глубоко вздохнула и заплакала. Затрещал звонок. Незапертая дверь тут же отошла. Лена сунулась со словами. Ой, Лили Васильевна, я же телефон на зарядке. И увидела слезы. Новый роман Шемилия Диатулина, бывшая Ленина, это роман о современной российской жизни, такая, какая она есть. Без фантастики, без шпионских игр, без хоррора. Действие романа происходит в провинциальном городе Чупове, в центре взаимоотношения семьи чиновника Митрофанова, его жены Лены, дочери Саши. Книги есть и смешное, и грустное. Грандиозная городская свалка, губернаторские выборы, противостояние оппозиции и администрации города. В борьбе за власть, разворачивающейся на фоне зловонной свалки, бывшие супруги становятся по разные стороны баррикад. А вы читали роман Шемилия Диатулина? Делитесь комментариями и впечатлениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин